Эрнест Инаркьев просто победил Борис Гельфант с «Блэк Пицы». Что случилось в этом матче? Мы продолжили обсуждать в английском матче. Мы провели матч в Магасе в августе, и я провел очень тяжелый период с «Блэк» после «С4». Я думаю, это первое время я победил с «Блэк» в классическом матче. В частности, это было очень интересно на позициональной борьбе, потому что я приготовил D5, и он пытался пушить B5. Тогда я решил лучше, чтобы отвечать комфортно. И Борис решил об этом начать-то. Но за ссылку, я думаю, что это не должно поймать за него. И я думаю, это очень важно, после «НХ-Бица» после «Блэк 3», «Блэк 3», «НХ-5». «НТа-2» был очень круто, и вот тут «Нхатк» как «Нт» матч не было. но он не имеет комфортного движения с рукой. После этого я верю, что Блэк имеет серьезную преимущество. Борис пытался идти, скажем, для самых сложных вариаций, но если я нашел все движения, то это должно быть потеряно. И я думаю, что последний момент критический был, когда он играл Х5 на А4. Была очень непросто идея Б6. Когда он играл Х5 на А4, то он играет на А7. Я не знаю, вы видите эту позицию или нет? В последний момент, когда он играл Х5 на А5, я играл Х5 на А4 на этой позиции. Бише Б6 не работает, потому что НЕ2. И я беру Бише. Это очень важно. И, конечно, без пише позиции это просто техническое. Где вы играли, когда он играл Х5 на А4? В последнем попытке, чтобы обеспечить метры? Или вы выяснили все? Да, я думаю, что это просто играет на какие-то движения. Может быть, 2 или 3. Я не знаю. Вы играли так много игроков. Два игроков с Борис Гельфантом. Вы играли в другом игре или это достаточно? Да, мы играли в матче этого года. Я не знаю точно формата или что-то. Но мы это в плане. Так что вы никогда не играли против такого интересного противника, как Борис Гельфантом? Да, самое главное, что он никогда не играл. Он всегда очень мотивирован. И его дух – это очень хороший пример для всех. Это правда. Спасибо большое за интервью. Спасибо.